привет народ всем привет мы продолжаем играть разбираться в этой странной игре без завязки ну я тут подумал может быть есть какая-то предыдущая серия которые не играл предыдущая игра которой бы эта завязка была но я начал с это и пока завязка мне непонятно так что продолжаем играть 2 2 глава получаться незнакомцы поехали незнакомцы амица и младший брат юга теряют родители когда инквизиция нападает на фамилию не замок дырунов чтобы захватить мальчика амиция почти не знает брата из-за странной болезни тот всегда был заперт своих комнатах теперь ей предстоит отвезти мальчика к лаврентию лекарю который пытается исцелить его пытался исцелить его ну давайте давайте вот это собственно краткий пересказ того что было в прошлой серии да мы избежали прыгнув в воду так вот амиция будет деревня считается амиция напишет не за них поиграть по ее амиссия зовут амиссия обратных юга 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 дадим садишь где-то валялся вон он мне понравится когда узнает что я упал в воду ну что теперь тогда не будем говорить ей об этом ладно сначала надо обсохнуть хорошо так найдите помощь шли искать помощь я не знаю не хочу об этом думать а я хочу об этом думать я вот не знаю тоже да конечно же все не знаю почему они нас напали и хочу узнать юга не сейчас яблок не трогай они гнилые как ты можешь думать о еде он маленький он не понимает тут у нас я посмотрел вроде в первой части можно было там какие-то доп эти штуки сделать какие-то найти винтифлюшки в других замках я не знаю зачем они простите ну типа ждите госпожа мы не будем что с ними они боятся извините мне ночь роберта даруна на нас напали на нужна помощь пожалуйста замерзли пожалуйста суки кто-то здесь происходит пожалуйста помогите кто-нибудь пошли прочь почему слыхала ты считаю что твоя госпожа откройте быстро это значит что доме есть больные ничего не трогай гораздо хуже это значит что мы можем от них заразиться хватит убегать ну ладно извини это понимаю чума да тут кругом по деревне ходит зараза вот все и прячется пахнет едой это что ярмарка не похоже ух ты епте шашлычок эй вы умоляю приведите подмогу да будь я проклят вот и остальные что нет постойте мы просто кое-кого ищем вы уже всех нашли эти твари на вашу музыку вылезли они заполонили нашу церковь это ваша нападала на детей во сне и заражала их заразка такая телекон родом альфора вот что я скажу это последняя деревня что вы заразили опять бежать да хер их знаю чего не злятся я вот еще не понимаю никакой завязки нету какая-то чума созрала собаку потом пришли эти инквизиция воровать мальчишку тогда мы их и схватим можете в чердак выстрелить такое шумит иди ты посмотри вот не я вообще не понимаю что происходит то есть жили мы си не тужили а потом пиздык и враги номер один это тихо да присядь непонятно 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 ничего да я не знаю думаешь она знает он тоже не знает они думают что мы привели с собой зло надо как-то отсюда выбраться давай подтолкнем толкнем куда хорошо теперь я заберусь наверх если есть фанаты этого расскажите мне пожалуйста в комментариях вообще что здесь происходит может вы знаете что я не знаю и понять не имею и понять не могу потому что игра не дает мне этого сделать цепь не кажется крепкой будет много суммы есть идея получше навались пацан тоже странно он то понимает что будет много шума не надо шуметь то нихера не понимает начинает то орать то кричать то еще чего-нибудь типа странно ну что ж мы выбрались если они снова нас найдут у тебя проща защитишь они подумают что чем на и не будет те листья валят это опасная миссия у нас нет времени они прислана нет нет разговаривал тебе они пошли к югу да куда не бросай меня виси сюда в сторону вот ты где смотри что я нашел ты заедешь молодец я ее собью осторожно давай 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 пацан будет четыре года тепла такой ты чё вот так молодец зерно я испугалась прости заездницу это моя вина ты прав надо идти домой нельзя во всяком случае без лаврентия ну и где они мать вашу конрад смехнулся когда умер его сын а нам из-за этого же нет деревня шарик шарик но странно тю 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 так так а в этих кустах можно спалом в тех кустах можно спрятаться хорошо точно а а а а а а а а ага ага угу 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 дайся я не знаю выхода нет я пытаюсь я пытаюсь щегол быстрее ты-то еле выбила щеколу а как пацан выбьет смотри и убрать надо мощь пацан еще чуть-чуть еще чуть-чуть куда ты не знаешь куда идти оба красить скажем кого-то что потеряли я тут не останусь безопасности а ты кто хорошо хорошо правда спасибо убегите из деревни убежали плане мы остались в деревне конечно уже неплохо югу мы будем делать то что она нам сказала югу подожди поговорить с старушкой пару вот и хорошо это внучков моих ой меня клэрви зовут я миссия а это хьюго скажи спасибо хьюго спасибо клэрви что здесь творится столько народу погубила а сколько еще погибнет но где ваши родители дома они ждут мы ищем доктора лаврентия доктор кажется к нам кто-то приходил он помогал больным может быть монахи расскажет больше но что он такие зажигания никто не видел сейчас к церкви никто и близко не подходит нам выбирать не приходится мы туда заглянем вы там умрете никто теперь не слушает старушку клэрви ладно я смотрю у тебя есть проща она тебе пригодится но в таком виде толку от нее будет мало сходи на задний двор там есть пара обрезков новой кожи а работать можешь мастерской комнате рядом можешь взять инструмент инструменты есть теперь нужна кожа кожа на заднем дворе сказали кожа кожа за работу работу сейчас мы все сделаем так брали и соберись бичева подходящий материал попробую улучшить что за ужас сумка для выставки хорошо теперь надо поблагодарить клэрви нажавши дешев ну как теперь намного лучше спасибо клэрви спасибо за все как по мне они тут долго не протянут ты еще громче кричишь хватит я хочу мама погиблых югу ты больше никогда ее не увидишь и папу тоже нельзя же так вот о чем я говорил пока бежишь пацан все время такой сообразительный типа ты будешь уметь а сейчас стоит шумит да не кричишь ты не уходи ты с ума сошел сейчас тип за ты палкой кинул чем-нибудь хьюга вернись вырубить его что он делает отставляет себя тебя нет у нас погубит да ну что херсти на самом деле типа времена такие в кругом трупы валяются чумы на нашу спутника напали на чем погибнет нет отпусти его так вот вы где нет подождите я я не хотела что ты не хотела я хотел я иду что ты не хотела он блин на вас хотел сам вас нападет забрать нормально все господи пожалуйста пусть он будет жив хьюга отпусти меня отпусти хватит дергаться мы просто ждем твою сестру о боже тебе со мной не справиться с тебя то вот я и начну нет пожалуйста не заставляй меня спой чтобы гвамился ага хорошо засиделся а что тебе как с ним драться тебе хватит одного удара да если ты попадешь со своими я думал будьте покоить заведение времени и ладно я понял фиаско фиаско давай давай покажи им на что ты способен так как не ломается выходами рано или поздно рано или поздно ты устанешь что что засиделся ура ура ах ты сопля тебе хватит одного удара всего мне просто я прошел две войны я прошел две войны что с ним делать убер выхода нет пора раны и поздно сразу ближе Камни, камни, камни. Ты теперь убийца. А Мессия? Ты, ты убила его? Ну что теперь делать? Ну слава богу. Я думал, что она опять такая, а ты теперь убийца. Я не буду с тобой и убежит. Бежим. Глава 3. Воздаяние. Третью главу сразу пройдем или оставим на потом? Да хрен с ним, давай сразу. Нет, не будем сразу. Вдруг она длинная. Все. На этом мы заканчиваем. Ссылка на плейлист в описании под видео. Да, наверное, получилось немного коротковато. Но мы решили, что глава будет в одной серии, так скажем. Поэтому подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей, в третьей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok